Девушки отдыхают Мой начальник, которого все у нас зовут, Мистер Подвейперт, Мистер Подвейперт, Фитцхерберт, потому что так его и зовут. Мистер Фитцхерберт, прошу. Спасибо, Бренда. Включу микрофон. Он так ко мне привязался, что на выходные решил вывести меня отдохнуть. Только обещай, что нам не придется сидеть в лодочках, читая стишки. А еще он согласился оберегать меня на мерзительном балу дяди Джеффри, викарии и шлюшки. Это во мне просто перепихнуться. Совместные выходные означают истинную любовь. Я внезапно почувствовала себя кинозвездой наподобие Грэйс Кельдер. Хотя, вероятно, в критической ситуации я чуть менее изящна. Ну что ж, вперед. И хватит представлять маму и тетю Уну в сетчатых колготках. Для 60-летних людей противоестественно наряжаться проститутками и священниками, да еще и в воскресенье днем. Слава Риджиду! Бух ты мой! Бриджид! А где другие шлюшки и викарии? Дедка, Джеффри не позвонил? Джеффри, ты что, не звонил Колину и Бриджид? Как моя крошка Бриджид? Пип-пип! Джеффри! Джеффри! Это Лара из Нью-Йоркского офиса. Лара, это Бриджид. Привет. А ты сказал, что она худая. Бывает, что в человеке по личным причинам не замечают профессионала. Спасибо, Дэниэл. Рада была узнать это. Но мне бы пришлось работать в трех метрах от тебя. Скорее я наймусь подтирать задницу с Адаму Хусейну. Пошла, пошла, пошла! Хорошо. Так, нет времени, нет времени. Уйд заканчиваем. Что ж, вот и все, что мы хотели вам показать в Луишене. Дед Сорбимов, большое вам спасибо. Отличная пожарная часть. Снова в студию. Несмотря на это все, ты мне нравишься. Очень. Вот и все. А, если бы не пьянство, курение и вульгарная мать. И словесный поднос. Нет, ты очень мне нравишься. Такая, какая есть. Уверен. Если не выйдет с тобой, то ни с кем не выйдет. Боюсь, это не подходит мне. Я не хочу быть зависимой от человека, который сам ни в чем не уверен. Ты же мне говорил, что ищешь нечто более выдающееся. Ты говорил, что я тебе как раз такой нравлюсь. И я хотела сказать тоже. Конечно, ты носишь дурацкие маминой одежки. И это уже традиция. Ты заносчик. И постоянно говоришь не то, что нужно. И еще я подумала, что уже пора укоротить твои баки. Ну, ты мне нравишься. И очень. Если решишь как-нибудь заехать, я буду рада. А ты здесь откуда? Хотел узнать, можно ли приглашать тебя на бар Митцевах и Кристины на рубиновой свадьбе. Ты не оплошала? Я думала, ты в Америке. Я там был, но вспомнил, что забыл сделать кое-что важное. И что же это? Я только хотел, если ты не против, поцеловать тебя на прощание. Да. В общем, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!